Для девятилетней Ириши игра на пианино не просто интересное занятие, а музыкальная терапия. Через ноты и звуки девочка познает окружающий мир и учится открываться ему с новой стороны. Диагноз синдром Дауна поставили ребенку сразу после рождения. Мама девочки Натальи понимает малышку с полуслова, а теперь еще своеобразным языком общения стала музыка. На музыкальное нейрокоррекционное занятие Наталья всегда приходит с телефоном, чтобы снимать успехи дочери. Ира очень любит музыку, ну вообще все детки с синдромом Дауна, они очень музыкальные, они очень любят движение, танцы, музыку. Поэтому с удовольствием мы пришли на эти курсы, но я думаю, как-то это нам в любом случае окажет положительное воздействие на развитие Иры. Детям кажется, что они весело проводят время, занятия, движение, пение. На самом деле заложен глубокий смысл, непонятный детям, но понятный, объясняемый в процессе работы наших занятий специалистам, которые в данном случае присутствуют на наших занятиях. Это и дефектологи, это и психологи, это и музыкальные терапевты. Уникальность наших упражнений, наших МНЗ, аббревиатура такая музыкально-нейрокоррекционных занятий, в сочетании музыки, которая окутывает и прячет для ребенка как бы сложнейшие нейрокоррекционные упражнения. Интенсив реализуется Брестским центром развития речи и коррекции поведения «Рыжий кот» при поддержке проекта «Активное родительство» общественной организации «Христианское содружество взрослых и молодых». Также проект осуществляется при поддержке программы «Малых грантов» посольства США. Занятия для особенных детей проходят в Бресте на протяжении всей недели. Кстати, московские специалисты рекомендуют принимать музыку как лекарство не только особенным детям и объясняют, почему. При начале обучения игре на каком-либо инструменте, в данном случае на скрипке, хотя это неважно, это может быть инструмент, фортепиано или гитара, допустим, не развита как-то рука, да, там же одна рука играет одно, другая – другое. Вот здесь вот нужны нейрокоррекционные упражнения специальные для развития их рук, и, соответственно, они окутаны музыкой, что, собственно, является неким таким игровым действом, и ребенок воспринимает это очень легко. Музыка сама по себе является нейрокоррекцией, так как она задействует всю нейронную сеть в головном мозге человека, и поэтому мы решили создать этот метод, так как помимо включения музыки, включения активации нейрона в головном мозге, мы еще подключаем определенные задачи, которые стоят передо мной как нейропсихологом в проблемах ребенка. И тем самым, как уже сказала Надежда, ребенок, не замечая, что он делает сложные упражнения нейрокоррекционные, получает огромное от этого удовольствие, а тем самым выполняет задачи, поставленные мной перед ним. Такая терапия – еще один способ взглянуть на мир по-другому. У музыки, говорят специалисты, есть своя невидимая сила, которая помогает бороться с болезнью, Пока маленькая Ириша делает маленькие успехи, мама девочки верит, что настанет час, и ее дочь сыграет на черно-белых клавишах свою партию.